на шефе продолжает программа голос здравого смысла леон майнштейн здравствуйте добрый день ну на в первые дни президентства байдена на нас обрушился шквал его исполнительных указов просто ошарашивающий поток широкой рекой ну а теперь и демократы в конгрессе пытаются сделать то же самое и один законопроект радикальнее другого вот о том что происходит в нижней палате конгресс если можно какие новые законодательные инициативы и некоторые законопроект уже проголосованы и ждут своей очереди в сенате ну а понятно совершенно что делают демократы они считают что захватив власть они ни в коем случае не должны выпускать ее из своих рук и действуют методикой которые теоретически разрешены в конституции она дух конституции был совершенно другой но они же называется плевали на дух этой конституции и все что они могут засунуть или засовывают идея которая сейчас вот витает в воздухе это что в двадцатого в двадцать втором году если это раскладка будет такая как она сейчас то какое-то количество сенаторов скажем и членов конгресса не будет переизбрана а демократически не будет переизбрана и на их место придут республиканцы почему потому что ну всем понятно и видно что уровень жизни у нас понижается посмотрите на стоимость бензина посмотрите на скажем так сказать стоимость всяких других продуктов посмотрите на то как как мы существуем какое количество людей и потеряла работу и бизнес и там ну и тому подобное и даже то что демократы набирают совершенно фантастическое количество людей а в в всякие то сказать государственные органы городские органы там штатские там и тому подобное все равно не компенсирует то что производители теряют свои рабочие места и таким образом так сказать становится жить хуже ты вот естественно опасаясь того чтобы даже при тех фокусах всяких которых они которые они играют с голосованием не буду их перечислять а они все равно будут сметены в каких-то местах такой народной волной гнева а значит они пытаются проделать что-то чтобы вот даже если это случится все дом они не пострадали один из способов это просто увеличить количество сенаторов а в сенате ну скажем минимум на 2 лучше на 4 еще лучше на 6 у нас ведь не вот в конгрессе в нижней палате у нас определенное число членов конгресса . значит вот столько их а в сенате там другое построение другое вот если 10 штатов умножить на два представителя откажута штата 20 сенаторов а если там 50 штатов как сейчас то это 100 сенаторов на самом деле кто сказал что у нас должно быть 50 штатов может 51 52 53 и вот значит если штаты сделать какие-то территории штатами причем а большинство населения скажем как в вашингтоне до дистрикт колумбия бюрократ это естественно голосование там будет на уровне 90 процентов за демократов и может быть 10 случайно за республиканцев вот значит нижняя палата взяла и проголосовала за то чтобы изменить конституцию по конституции значит город в котором находится его дистрикт колумбия в котором находится столица и все столичное управление и прочее прочее не имеет права посылать сенаторов скажем представителей своих конгресс потому что они явно будут лоббировать интересы ну скажем так сказать тех кто сейчас является верхушкой бюрократии американской а поэтому и была придумана вот такая вот вещь вот некий город некий округ колумбия которым будут поселяться жить временно как думали таскать представители разных штатов у разных скитом по кругов и тому подобное приезжать туда то будет постоянно жить люди которые помогают обслуживающий персонал но они не будут принимать участие в решении наших проблем потому что они не являются что называется теперь условно говоря типичными представителями среднего штата америка а значит демократы зная что если они как бы поломают это дело и заставят принять 10 кто в колумбия как как штат дополнительный то они имеют еще двух абсолютно демократических стопроцентных либеральных прогрессивных коммунистически настроенных нео марксистов в сенате еще одна идея они уже за это проголосовали что мол так и будет ну теперь там всякие таскать другие есть проблему у них потому что как я понимаю то что dc находится в таком вот выделенном состоянии она прописана в конституции а то чтобы менять конституцию надо чтобы две трети штатов то есть так сказать вот собрался бы так сказать съезд штатов и две трети штатов проголосовала за вот такое изменение в любое в конституции а не знаю на что рассчитывают демократы думаю что они что-то такое придумали и думаю что для этого они обрабатывают верховный суд пытаясь засунуть до 4 а 4 новых судей либеральных но по крайней мере значит сейчас мы посмотрим что будет происходить в сенате в сенате они тоже большинством голосов проголосуют дело в том что какие-то решения в сенате должны приниматься так называемым абсолютным большинством то есть двумя третями больше чем 67 на данный момент 67 сенаторов но в планах демократов отменить вот такое вот то что называется филибастер на отменить а такое голосование привести в сто процентов любое голосование потому что 50 процентов плюс один человек а именно все демократы плюс камала харрис если они за что-то проголосуют любые решения будут приниматься сенатом то есть они меняют а пытаются меняют сделают это естественно поменяют правила в сенате правила которые того сто лет уже придерживались и и далее т.п то есть у них у них игра идет такая после нас хоть потоп значит у нас должно сейчас получится мы должны полностью поломать американскую систему сам чтобы сделать америку страной одной партии и будем это делать любыми способами полулегальными там теневыми там рядом с легальными полностью противоречившими духу конституции духу того о чем писали говорили что делали а скажем отцы основатели но приведем к тому чтобы засунуть новых сенаторов десили по иртурик или разбит ли калифорнию на два штата и засунуто два сенатора то есть вот все это будет делаться плюс попытка засунуть в как я уже сказал во верховный суд четырех дополнительных судей прожженных либералов чтобы они плевали на закон плевали на конституцию выносили решения исходя из совести своей коммунистической а не исходя из законов которые у нас существуют ну и последнее это я сказал уже отменить вот этот филибастер то есть возможность меньшинства останавливается на чем вся демократия строится мы же демократия в республика они переделывают нас такой обыкновенную демократию где демос ну скажем так сказать там самые низменные инстинкты которые только есть у толпы они будут править этим государством а потом так сказать толпу эту опять посадят значит вот на паём отнимут у них чего не там таскать там получили раздали а я не буду спокойно сидеть по домам сосать то самое что вы что называется в советском союзе сосали по дорогам лапа а все остальное будет происходить по тому же самому сценарию кого-то гулаг кому-то открыть просто на кухне ругаться а даже на кухне ругаться нельзя будет ваш телефон вас подслуживает вас компьютер вас подслуживает ваши соседи принесли свои телефоны они вас подслуживают так что я думаю что будет еще они пытаются создать государство значительно более суровое в значительную большую тюрьму чем тюрьма народов которые вы прошли прожили в советском союзе вот сейчас что в основном происходит среди демократов в конгрессе в сенате и в демократической партии соединенных штатах америки и еще продолжается процесс разорения обанкрачивания нашей страны похоже они нашли возможность протолкнуть так называемый закон закон о восстановлении инфраструктуры там более двух триллионов долларов из которых незначительная часть от этой суммы пойдет на реальное восстановление инфраструктура остальное все пойдет на социальную инженерию на поддержку леворадикальных организаций и так далее и вот пиление распиливание денег конечно и похоже они нашли лазейку поскольку в принципе по закону по существующим правилам конгресс может принять закон о обычным большинством в 51 голос из один раз в году так называемый реконсилейшн это когда речь идет о бюджетных средствах потому что невозможно без бюджета жить государство существовать не может и поэтому во избежание вот этой проблемы как бы есть правило позволяющие раз в году проголосовать обычным большинством и принять бюджет или там а мне вы сбил вот какой-то такой такой они сейчас на самом деле очень странно что они всего два триллиона туда засунули могли бы уже 4 5 10 20 40 триллионов чтобы уже так сказать все было в порядке на ближайшие 35 лет так вот якобы у них есть возможность проголосовать большинством простым большинством голосов этот законопроект но они пытаются его продать народу они ездят по стране и камбала хэрис ездит по стране рассказывает майса о том что все это направлено исключительно на создание рабочих мест все удивительно не уже потратили почти два триллиона долларов администрация байдена потратила сейчас еще два с лишним три в общем в обществе сложности получается довольно большая сумма денег и все это ради создания рабочих мест хотя до того как вот это афера с к видом вот эта провокация или я не знаю как это назвать война такая биологическая началась у нас была самая низкая безработица при этом вовсе не обязательно было тратить миллионы до триллионы долларов для того чтобы создавать рабочие места которые бы оплачивались из бюджета ведь когда байден говорит о создании рабочих мест речь идет именно о том что эти места будут оплачиваться из бюджета именно из бюджета то есть на деньги налогоплательщиков чем на деньги которых у нас нет деньги этот фикции это на компьютере напечатают якобы их даже физически печатать не будут просто будут сидеть там министерстве финансов на клавиши нажимать и из из воздуха образов образуются так такие колоссальные суммы так вот похоже ему дастся протолкнуть этот закон в том случае если все не упрется опять в двух сенаторов я имею ввиду манчина и синего из резоны манчин из вест-вирджинии по моему манчин до сих пор еще не поддался несмотря на то что байден назначил его супругу на очень вкусное такое место там 160 тысяч в год зам председателя комиссии или комитета по там native america такая синякура такая пока вроде но судя потому что манчин пока еще не сломался им не удалось его купить с поэтому они этот законопроект на голосование в сенат и не выносят поторгуются и купят возможно возможно но это должна быть приличная сумма потому что если манчин проголосует вместе с демократами то похоже на это был его последний срок в сенате потому что в вест-вирджинии все-таки живут люди значительная часть из которых работает шахтерами это та отрасль и которую байден убивает просто на корню ну а насчет того что ему пообещают если вы не переизберут ада возьмут министром чего-нибудь да и такое может быть в общем поживем увидим но особых так сказать иллюзий на этот счет не я не вы не питаете мы понимаем что они могут нет дело в том что ломаются под давлением вот того конгломерата таскать той мин номенклатуры которые у нас образовалась уже а именно такое новое дворянство дает я называю эту номенклатуру потому что у меня еще есть воспоминали из советского союза а сейчас пришли номенклатуру чем она отличается скажем бюрократии и прочее что бюрократов можно там выгнать переместить ошельмовать посадить и тому подобное номенклатуру ее можно просто только двигать ты уже попал туда все ты обеспечен ты в банде ты ты в мафии из мафии но только если ты там пошел против всей нашей мафии тогда мы тебя там растопчем а так вот это вот объединение высшего чиновничества с политиками и с назовем там олигархическими кругами да то есть людьми которые командуют большими потоками денег а она на сегодняшний день очень плотно села на верхушку соединенных штатов америки и угрожает легко любым людям начиная от судей и присяжных заседателей как мы это видели только что да во время во время так сказать вынесения приговора по 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 процессу а сфрином связаны эти эти люди они ломают практически всех мы мы видели как это происходит и с республиканцами когда считались политиков я имею ввиду республиканских когда считались результаты выборов и верховный суд и практически кто угодно 60 с лишним судей отказались принимать дела связанные с фальсификациями обманами время выборов говоря одно и то же одну и ту же фразу вы не предоставили достаточно доказательств а люди говорят да я только что афидемит подписал нас там 67 человек которые видели то-то и то-то нет недостаточно доказательств то есть судьи тоже чего-то боялись и каждый из этих 60 с лишним судей которые чего-то перепугались и боялись взять эти дела значит их их супруги до их дети и в знакомые умоляли их этого не делать правильно как иначе а сейчас с этими самыми с присяжными да которых защищать во время самого и соседания мы будем вас защищать и неделю после этого а через неделю публикуются имена всех присяжных которые сказали что скандерик этот самый был не виноват а флин был под наркотиками не знаю там пьяный сердце с больным а только что совершил преступление трусил адреналин там сопротивлялся все что с ним происходило по большому счету происходило в соответствии с рука указаниями руководства к этому руководство-то надо судить правильно которые составляли инструкции по этим инструкциям люди десятки лет действовали то есть судить надо всех кроме того человека которого засудили вместо этого единогласно вообще все все что представила это самое обвинение единогласно все проголосовали что во всем во всем во всем не разгораясь все все виноват 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 почему потому что они понимают что них не им детям жизни больше не будет вот левая сторона поразительно в этом смысле научилась за много лет вот этого так сказать страшного того что они делают давление издевательства хамства нападений безнаказанности научилась делать все что угодно с людьми и люди боятся их люди боятся правду говорить люди боятся делать по совести или боятся вступить в конфликт с ними понимая что он кому-то сделает хорошо а потом его жизнь кончится вот а вы вы ничего делаем значит ну господа на живина на к сожалению это это наблюдается не только в государственных учреждениях когда люди ну а часть и значительная часть бюрократии просто это их хлеб это их синекура они поддерживают партию которая выступает за большое правительство потому что они сидят себе работают ни шатка ни валка получают зарплаты бенефиты и так далее они поддерживают как бы осознанно это но ведь это происходит и в корпорациях там люди боятся высказывать свою точку зрения потому что корпорации срослись с этой администрации с этой бюрократией корпорации либо покупают политиков которые отстаивают интересы корпорации закрывают глаза на их безобразие король политики которые позволяют выводить бизнес рабочие места из этой страны там в китае или в какие-то другие страны поэтому у них как бы получается единые интересы точки соприкосновения и люди боятся выступить даже те кто понимает что происходит и хотел бы противостоять этому но боятся потому что они потеряют работу и таких случаев сколько угодно и посмотрите полицейского лейтенант не помню его фамилия значит вы выгнали с работы только за то что он пожертвовал 25 долларов фонд риттенхауза это парень из киноши который защищаясь подстрелил двух ублюдков из антифы один из них с пистолетом другой его по голове этим скейбордом ударил то есть и он их одного ранил 1 застрелил двух он застрелил в общем вот так вот за то что он 25 долларов пожертвовал в его фонд и написал что god bless you все лейтенанту в лейтенанта полиции выгнали с работы за что а судья которому обратиться этот лейтенант со своим юристом не примет дело да да трусы значит страна вместо того что мы все нам всегда говорили что это лэнд of the brave да оказалось что это страна трусов к сожалению за последние там 20 лет страна я не знаю 20 30 80 100 ну я знаю что сейчас факт заключается в следующем мы все труси мы не делаем того что мы должны были бы делать мы за свое маленькое не дай бог нас тронут и прочее готовы естественно продать будущее ваших детей а в духов тоже потому что это не на 70 лет господа это на 700 а и это будет значительно более сложно поломать чем чем советскую власть вот у которой вокруг были таскать государства которые жили лучше по-другому и люди это видели и начинали думать а почему я не так а так память будет вытравливаться в интернете книг больше не будет в интернете денег не будет печатных все будет полным колпаком все будет прослушиваться просматриваться а и мы будем жить в тюрьме которая называется будет называться самая свободная планета на всем там чем-нибудь во всей вселенной я бы только не хотел хотел возразить по поводу того что все мы когда вы говорите все мы вы я знаю что вы выходили предпринимали колоссальные усилия для того чтобы противостоять тому что происходит вы выступаете вы с программами своими выходили на демонстрации я знаю много людей вокруг меня которые тоже не сидели сложа руки и по сей день не сидят сложа руки а что-то предпринимает какие-то усилия для того чтобы не допустить полный деградации этой страны поэтому я не согласен с термина и полетели гляджет то есть незначительное количество или не влияющее количество вот а мы пытались действительно я пытался другие люди вот я знаю что свежим вы искать ваша семья и прочее тоже пытались но наша иска она не дала пламени то есть мы оказались из из нас не выросло движение вот выходят черные на демонстрацию да неважно как их выводит не имеет никакого значения нашли способы то кто-то нашел способ как водить выходит 20 тысяч человек из которых там еще там а 70 из них вооружены там и прочее прочее начали выходят они сначала мирно а потом начинают разбивать витрины значит кто-то избежит их грабить кто-то дальше и начинается так сказать грабеж по всему городу значит но их сначала эти 20 тысяч вывели вот попробуй выведи 20 тысяч российских граждан например конечно мы наверное если говорить о численности но и потом и вы и и мы живем в таких штатах где и опять опять из 5 процентов 40 процентов калифорнии в которой я живу один республика как бы республиканцы дальше на 3 до 3 от 37 миллионов это ну там гибрид так 12 миллионов человек то есть 12 миллионов человек которые как бы против этого режима где я вам хочу другой пример привести скажем мы пытались мы под не пытались мы поддерживали кандидата в губернаторы маркер он бывший шериф каунти и он проиграл выборы безусловно но то что за него проголосовала более 40 процентов голосов было отдано марку керрину говорит само за себя потому что с учетом специфики нашего штата 46 процентов это 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 большая большая цифры потом мы не знаем точно или это так сказать проценты которые отражают реальность или это проценты которые сделаны потому что это были те же я о том же на самом деле наша сторона в этом есть огромные плюсы огромный минус наша страна пытается делать что закон надо вот выборы мы пошли на выборы мы постараюсь проголосовать а между этими выборами там два года до бесчинствует другая страна запугивает приводит в состояние при котором люди замирают только от одной мысли что кто-то может узнать что у них в голове происходит начинают сами говорит вслух вещи которые просто для того чтобы удержаться на месте там или там что-то еще учат своих детей и открывает рот как когда-то учили меня когда это всем в семь лет пошел в школу мне объясняли что то что говорят сиди ни в коем случае нельзя повторять школе и не нужно повторять дома что-то говорят дедушка этого не любит вот то же самое я думаю уже тихо происходит семьях думаю знаю просто до детям говорят там вы только не говорите что мы за трампа голосовали в школе потому что у вас будут неприятности у вас будут неприятности поэтому то что происходит сейчас она невероятно похоже на затаились за за но не выходим но не делаем но сайтской уже не выходили и не делали потому что это страшно было да а сейчас тоже страшно наверное ну и все вот мы и проиграли и все так я считаю главное чтобы они поднялись и пошли проголосовали даже если кто-то из них не принимал участие в каких-то мероприятиях таких зрелищных в противостоянии демонстрации ралли и так далее если они пойдут и проголосуют в соответствии с их пониманием момента это это все равно будет положить скажется положительно на результате на будущем я думаю так ли он давайте буквально на три минутки прервемся три минутки коротенькая рекламная пауза после чего вернемся обязательно продолжим если будут вопросы или комментарии пожалуйста 847 400 5 2 0 возвращаемся в программу леона майнштейна голос здравого смысла знаете ли он вот возвращаясь к выборам двадцатого года статистика показывает что количество пожилых людей голосовавших в шестнадцатом году за трампа сократилась двадцатом году и больше проголосовала за байдена и я понимаю почему потому что их запугали этим коронавирусом до такой степени что люди готовы хотя им объясняли что послушайте будет хуже потому что но администра уровень жизни упадет ваша жизнь будет тяжелее но похоже они для себя решили что пусть хуже будем жить но жить а вот они пугали ведь не просто так сказать статистикой о которой они все время говорили а реальными действиями мы знаем что в этих штатах в нью-джерси и в нью-йорке и в мичигане губернаторы просто убивали пожилых людей поэтому я не осуждаю их что они приняли такое решение проголосовали за байдена это факт огромный там до 30 процентов всех умерших в результате заболевания это были пожилые люди их просто натурально убивали их обрекали на смерть поэтому они были запуганы я думаю что в двадцатом году в двадцатом году во время выборов люди которые на своей на собственной шкуре что называется ощутили перемены произошедшие со смены администрации наверное сделаю для себя правильные выводы и судя по той истерики которая наблюдается в рядах демократов вот все эти попытки переделать переиздать законы которые бы узаконили беззаконие и так далее как вы справедливо заметили двадцатом в двадцатом году скорее всего они понимают что они потеряют и и в связи с этим ну давайте примем звонок потом я продолжу добрый день здравствуйте уважаемый ли он вы знаете вы последним своим выступлением навеяли такой ужас и депрессию что вы себе не представляете это очень опасно потому что мы действительно действительно что будет я тоже и вот этими речами если мы попадем в депрессию потом нас вообще ничем не расшивилишь как вы делали раньше внушайте какую-то надежду вот расскажите как подвигается ваша платформа спасибо большое ну спасибо я сейчас пытаюсь сообразить каким же своим выступлением декларация независимости у меня было выступление вчера и там я говорил я не поняла вообще я не очень понимаю о чем о последствии ношения масок этого говорил а потом два три дня назад или четыре о путине так что я дядя я честно просто даже не понимаю о чем идет речь а и мне казалось что я пытаюсь быть ну скажем не не чернуху гнать а какой-то оптимизм наоборот давать людям но я прошу прощения если ты сказать вот вот то что я как бы так сказать говорил произвело такое ошарашивающее на меня сейчас впечатление а буду стараться теперь насчет портала который мы строим значит к сожалению не знаю там какие еще слова можно говорить но она очень затягивается потому что мы понимаем что вот здесь нас могут попытаться остановить значит очень очень многое по ходу переделывается когда начинаешь понимать что на тебя будут охотиться и как сделать так чтобы мне мне не было возможности взять и вышибить нас со всех то сказать что называется интернетских путей а например в какой-то момент мы вдруг поняли что организация которая регистрирует имена домейнов то есть вот веб-сайтов да а которые мы относились как просто ну пошел зарегистрировал там заплатил там 13 долларов 384 доллара зависимости от имени и тому подобное она просто регистрирую все выяснилось что они вдруг сделали заявление о том что они будут отслеживать кто врет и будут не давать возможности поиска на гугле найти имена то есть это видите продали какой-то продукт и заплатил за это деньги а теперь они говорят а вы плевали на то что этот продукт продан мы плевали на то что это твое имя у нас есть возможность с гуглом вместе сделать так чтобы поиск на это имя никто не находил твой веб-сайт значит ты начинаешь ошарашиваться а почему у них есть такая возможность потому что у них как бы хранится вся эта информация там какие-то коды выхода и того подобное значит исследование на интернете показала что есть там пять стран там скажем так сказать швейцария норвегия румыния кстати почему-то наш а а которые не сдают и не позволяют гуглу и всем остальным делать вот это самое то есть перекрывать доступ к веб-сайтам чтобы что я сделал я провел исследование сам себя сказал вот скажем есть там было викиликс почему и не вырубили я полез выяснять выяснил что они были в исландии полез выяснил что их много раз исландское правительство и это вот компанию которая зарегистрировала и у которой был сервер на котором викиликс размещалась в исландии значит она принадлежит какой-то гонконговской группе там с какими-то владениями где-то еще и они не сдали викиликс а исландия еще после истории с викиликс выпустила новый закон еще и ужесточающий не дающие возможность никому что называется прогибаться под давление что мы вынуждены были сделать отказаться от имен кто знает мы назывались reality tube а сейчас мы отказались от этого имени мы пошли в исландию мы в исландии нашли компанию вот которая так держала викиликс мы с ними подписались договор мы с ними прописались мы взяли у них сервер один из у нас еще много других серверов мелких есть по всему миру раскидывали но основной мы взяли там и мы вынуждены были новое название придумал название камертон значит это у нас будет камертон камертон глобал камертон школа камертон мир там так сказать камертон то камертон все но это камертон но это заняло это не просто название поменять это начать вынуть все что мы проделали с одних серверов перенести это на другие серверы снова сделать значит возможность им коммуникировать друг с другом и тому подобное это я вам одну историю рассказал а таких историй за последние два месяца было уже 4 и вот мы мы улучшаем и прочее но люди хотят другое услышать господа вот в течение мая мы запустимся сто процентов то есть 99,99 100 нельзя говорить мы запустимся как я уже говорил там будет две части первая часть будет новости размышления оценка событий и прочее прочее вторая часть будет школа который оговорил нас подготовлено уже пять серий занятий в каждом от 12 до 14 занятий мы прописали уже таскать уже 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 все таскать все сделали уже 100 создали мультяшки чтобы начинать всех их преподаватели у вас это замечательные нам готовят еще несколько серий значит пост после вот этих а все что называется готовых запуску вы просто технические должны обезопаситься что вывод мы вышли торжественно да бог у нас на завтра закрыли как было с фрэнком который открыл вот сказать этот самый майк линделл да чек который производит по и пилу подушки они восстановились но настолько денег нет чтобы восстанавливаться так быстро и так эффективно это они потеряли какую-то часть у них сейчас нету части которая называется социальная социальность social network на социальные самые сети у них только веб-сайт так что мы не хотим оказаться в этом в этом положении а они купили собственные серверы мы просто пошли по совершенно новым технологиям так называемым open source которые таскать не ловлены и пока вот вот приблизительно ситуация сервера возвращаясь к выборам предстоящим выбором значит но вы знаете что спикером палаты представителей может быть избран человек со стороны не являющийся конгрессменом да есть такое положение и вот серьезно обсуждается тема а возможного отыскать утверждение на этот пост дональда трампа в том случае ну как бы и здесь два условия как мне кажется необходимых для этого для ну чтоб серьезно это обсуждать ну во-первых большинство должно перейти к республиканцам в нижней палате это первое условие и второе условие это если республиканцам удастся избавиться от него трамперов потому что даже наличие большинства в конгрессе у республиканцев не гарантирует что среди республиканских конгрессменов есть все так сказать за кандидатуру не конгрессменов только а членов нижней палаты еще надо извиняюсь уговорить маккарти в этом и его людей да и там еще много это это идея так сказать как как такая идея бреннон в свое время и запустился в бреннон а как впрочем идею того что трампу надо избираться в калифорнии в него по флориде как флорида слова не было не сказать было но нет в том округе втором он живет что любой житель флориды имеет право избираться в любом округе не знаю про другие штаты во флориде точно это можно а и есть округи которые точно изберут трампа сто процентов что трампу попадет в конгресс как член конгресса не знаю зачем это нужно трампу а потом начнут сделаем из него участие трампа выборах дается даст заряд там так сказать народ пойдет учетверим там количество людей не знаю это пятое-десятое и вот здесь придет трамп и станет спикером конгресса а даже если он не будет избираться пригласим мол его со стороны ну со стороны можно конечно пригласить такие прецеденты обсуждались бывали даже наверное в истории а когда райана пригласили свое время думали приглашать так сказать сторонних то есть это нормальная идея совершенно но дело в том что слишком много если и я не думаю что это пройдет окей хорошо еще ваш комментарий по этому поводу вы помните одно время было модно во времена обама там вывешивать флаги наряду с государственным флагом соединенных штатов америки вывешивать там же в этом же месте на этом же поле так называемый прайд флаг да радужный а трамп это положение исправил но вот сейчас министр иностранных дел блинкин так сказать разрешил это делать и вот задаюсь вопросом нам что больше в этой стране гордиться не чем как вот 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 эти большая гордость нашей страны что у нас есть много людей которые нетривиальную не нетрадиционным образом занимаются сексом то есть мы так становимся посмешищем в глазах многих стран с тем что происходит но и вот еще такая капелька добавить вот это уже это уже пустяки по сравнению с тем что с нами пытаются сделать а именно засунуть нас в тюрьму со всех точек зрения это уже пустяки так в этой тюрьме будет такой флаг висеть или сякой они вообще может быть отменят американский флаг речь об этом идет и просто вместо него примут флаг геев и гимн отменить американский и название отберет еще еще одна тема которая на сегодня самая такая ярко жарко обсуждаем а это расизм то есть представитель посол сша в он заявил о том что в основополагающие документы нашей страны заложен расизм то есть обама начинал свой путь с извинений за нашу страну а вот тут вон теперь послиться так сказать обвинила страну в том что она была основана вот на расизме и продолжается системный расизм то есть если вот люди которые жили в пятидесятые шестидесятые годы которые реально в то время жили будучи уже так сказать взрослыми понимающими что происходит неужели они не видят разницы между тем что было тогда когда мы говорим о россии тогда существовал реальный расизм и тем что есть сейчас а ну а не может быть видят разницу но они не видят что она как бы исчезла то есть у них головах есть что да она улучшила сейчас надо еще немножко и она вообще исчезнет а эта идея настолько же утопичная как идея там любить ближнего как самого себя настолько утопичная как человек который сидит чиновник ему получает там 80 тысяч долларов в год а он распределяет миллиарды долларов и к нему приходят и в конверты свои деньги шуток не возьмет там ну и тому подобное а ну это очередная утопия очередная чушь господа вот мы пока мы не станем пока мы не станем выходить на улице пока не станет организовываться пока мы не станем а серьезно думать как обезопасить наши выборы пока мы не стали вот делать это и делать это массово а не думать а почему там они кто-то там чего-то такое не да вот пока это все не будет происходить они будут захватывать власть захватывать нас захватывать наших детей смотрите на на людей таскать возрастом 30 25 35 40 лет они все горят конечно и системный расизм начинающих спрашивать а что это значит ну вот там по количеству остановок черных их останавливают больше чем белых скажи пожалуйста опять другая причина может ли быть этого какая ну например а того что они там больше совершают преступление ты расист и на этом заканчивается весь весь диалог то есть ты задаешь вопросы а их уже настолько называется кондиционирование зомбирование концирования то есть их уже ввели в такую кондицию кондиционер по-английски да при которых они не способны воспринимать даже вопросы то есть они не могут думать вот это тому вот сказать о чем я пытался говорить это вот именно тому чему мы будем когда у нас откроется этот уже так сказать портала которым я уже говорю уже три четыре месяца до что скоро откроется вот мы этому и будем учить там вот потому что этому можно научить и смотрите что происходит кстати если есть какие-то звонки то я примем их если это самое нет так я продолжу продолжим а значит вот что ж такое странная какая-то вещь происходит вот изрыгается из ящиков из всех там из любых ящиков да а изрыгается огромное количество хорошо продуманной и хорошо сорокестрованной пропаганды ну какой какие-то люди почему-то не поддаются этой пропаганде да и вот я для себя выяснил я много по этому поводу думал я вообще сказать много занимался психологией еще в тель-виве университете начал писать поэтому докторскую диссертацию на меня призвали в армию я ушел и поэтому так или закончила чем психология это так сказать психология то чем я занимался мне было интересно сюда и прочее вот я для себя обнаружил три группы людей которые не поддаются на вот такое зомбирование пропаганду первое это ты с этим ничего поделать не можешь у тебя что-то в организме вот 100 человек заболели гриппом да а три почему-то нет хотя были тут же дышали тем же хватали то же самое да не подействовало их а у них что такое в организме происходит какой-то иммунитет более серьезные что то еще они хорошие плохие неважно это не от них зависит зависит от того как они родились это раз второе люди которые прошли некий шок а быстро и долгосрочный который оставил на них такой след что они не могут час такого типа пропаганду принимать пуша они внутри себя знают у них остался след от этого да вот многие из нас говорят а вот и советского союза поэтому там таскать там на тебе печать стоит того поэтому ты да частично поэтому а совсем не так как говорят вот молодежь наша но частично поэтому потому что мы уже прошли через это мы знаем это я не могу верить тому что мне говорят из ящиков но не могу просто да потому что я знаю что все судьи врут все комментаторы врут все врачи врут если им это сказано и они боятся на свою жизнь или там за свое место и что-то еще да только потом выйдя тихонечко покурить в коридоре они тихонечко могут сказать а потом снова так продолжать врать это второе то есть люди которые прошли шок и третье и вот не то ни другое на мы повлиять не можем есть третья категория которым невероятно повезло невероятно повезло и они попали в ситуацию при которой у них начал разбиваться мозговая деятельность уже чего учат у нас в школах в детских ходах в школах в университетах и прочее учат хорошо запоминать то есть ты читаешь много материала у тебя становится его много и учат как достаточно быстро пытаться вытаскивать эти знания но тебе забили эти знания и говорят вот это и знания а а сегодняшняя ситуация говорят все а все остальное это ересь ересь это не смотри на это кто так думает он плохой и это происходит во всех общественных науках во всех общественных науках я интересовался про физику химию я не знаю да хотя может быть люди с таким направлением ума будут и там тоже думать таки вот люди которые попали в ситуацию когда каким-то образом либо сами либо их преподаватель один либо почему-то в этом учебном заведении их учили там вот я сейчас приведу пример например нам все время говорят что там мировое изменение клипа тоже не знаю там потемление похолодание важно происходит из-за человека и приводят данные я скажу на это да конечно человек безусловно влияет на окружающую среду только вот я лично думаю про себя а что еще на нее влияет никто из моих таскать вот там знакомых моих моего внука там двадцатилетнего и прочее сам он знает как я думает но его друзья я пытался тебя общаться да они такие человек влияет а может влиять меньше чем другой на человек влияет и они начинают нервничать что их сбивают их вот выученного и вдолбленного им знания ты вот когда начинаешь им показывать 23 причины пока так известные мне до который я выявил а ну а выявил полезал по и полазал по интернету и выявил еще 23 причины по которым происходит изменение климата и по воздействию человека его деятельность 18 по количеству процентов то начинаешь понимать что это чушь а те кто не умеют от мыслительный процесс вести они не понимают это или например там с линдон джонсон ну президента который был после кеннеди значит он выступил с инициативой он сказал вас самая богатая в мире страна это позор что у нас есть нищие надо бороться с нищетой какая была идея линдона джонсона балоса с нищетой выделить огромное количество денег украденных утащенных из людей которые сказать да и начать покупать что называется рыбу хлеб спички и прочее людям которые нуждались что прекрасно но прошло с линдона джонсона уже почти ну там не 100 лет там 80 больше 50 лет а точному в прошлом году или позапрошлом отмечали 50 лет этой программы а ну 50 там сгад а ну конечно 50 если после кеда тебе извиняюсь так сказать мне было там 12 лет когда он когда его убили так вот значит прошло 50 с лишним лет триллион долларов потрачен на то чтобы покупать им и содержать армию чиновников армию чиновников с высокими зарплатами со счетами которые можно тратить там с поездками с семинарами с машинами там с офисами тому подобное а вот и нынче там ничего не произошло ничего не изменилось и вот когда молодежи говорят надо больше денег им давать посмотрите как плохо давайте дадим больше то молодежь который не научена думать она говорит действительно правда какие сволочи кто не хочет давать а ты не говоришь я не хочу давать ты говоришь ребята надо научить их удить рыбу а не давайте все время рыбу но чиновникам то это плохо их научить чиновники хотят чтобы эта программа расширяла что 2 триллиона 3 8 триллионов огромное количество денег шло через них этим вот самым несчастным бедным которым они будут раздавать и придумывать если придумывает новые разные программы если они придумывают еще одну программу чего-то бесплатного то все эти люди научатся сами зарабатывать ничего не научится никогда но для этого надо чтобы у тебя в детстве лучше детстве в юношестве что-то про что такое что ты перенес искать из физики и химии какие-то принципы тискать научного таскать метода подхода до на общественную жизнь либо попался преподаватель до любых это книжки попались но это опять это два процента три процента пол процента не знаю не считал да но вот на этом мы можем воздействовать это единственное что мы можем делать это пытаться нашим детям пусть они будут дети юноши так сказать молодые да пока еще мозг развивается работает пока он впитывает уже извиняюсь в моем возрасте он уже не очень впитывает он уже искать чего выдает то выдает я думаю хотя честно говоря лично планов не меньше чем было громадью что все может быть но в любом случае вот я заканчиваю же хочу сказать что есть какие-то люди которые этому не подчиняются я не хочу сказать что все республикации такие они просто влезли в другую парадигму другую таскать по другое да и этом антили за что-то они не потому что они думали а потому что вот там вот так повелось так сказать так так они восприняли какой-то долго какие-то есть очень небольшая прослойка людей которые думают и от которых собственно мир и зависит и вот надо наших детей наших а про и не бери да делать из них не роботов запомнил выполнен запомнил потому что они уйдут роботы заполнят artificial intelligence искусственный интеллект уже приходят уже делается я знаю несколько групп которые серьезно этим работают результаты ошеломительные скоро не нужны будут люди которые сидят и думают так сколько будет вот это да а вспомнил выложил на роботы быстрее лучше это будет делать выживать будут по-настоящему только те только те кто умеет критически подходить к действительности и творчески решать проблему больше никто все остальные будут дворниками и это то из-за чего сейчас глобалисты нас гнобят потому что они прекрасно понимают что 7 миллиардов человек не нужно они потому что роботы и вот все это будет делать я вынужден к сожалению нас сейчас так или иначе спасибо огромное спасибо спасибо и до встречи в следующий раз